Ребят, всем большой привет! С вами Юлия. Сегодня будет видео об уходе за кожей тела, о комплексном уходе, о том, как сделать кожу гладкой, красивой, чтобы на нее ложился загар хорошо, потому что сейчас лето, ну и также антицеллюлитные какие-то фишки, средства. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. В каком-то из последних видео я вам говорила, что я увлеклась скрабами для тела, не могу остановиться, покупаю их снова и снова. Сегодня я вам покажу такие самые классные мои любимчики, причем некоторые, которые я покупала не один раз. Ну, давайте я начну действительно со скрабов, потом я вам покажу какие-то антицеллюлитные масла и лосьоны, которые у меня сейчас есть. Первая очень классная баночка, фруктовый десерт, апельсиновый йогурт от Белита. Я уже показывала эту банку, мне он очень нравится. Кстати, именно с этой банки началась вот эта вот моя какая-то новая страсть, если можно так сказать, по скрабам. Я действительно после этого стала их покупать и полюбила ими пользоваться. Очень классно, знаете, после тренировки, либо после какого-то тяжелого насыщенного дня в душе вот воспользоваться скрабом, хорошенько так отшельфовать кожу и потом холодный душ. Вы просто будете классно себя чувствовать и кожа будет супер гладкая. Он действительно пахнет каким-то почему-то яблочным, а не апельсиновым вареньем. Здесь идут скорее мелкие скрабирующие частицы, что не типично для скрабов для тела. Особенно, если у вас чувствительная кожа, то вообще вам подойдет. Они достаточно частые, то есть он выполняет свою задачу. У него такая желейная текстура и при этом в нем много увлажняющих компонентов. Также очень классные скрабы для тела и не только скрабы, вообще всю продукцию для тела делает компания, Organic Kitchen. Честно говоря, я долгое время не обращала внимания на эту марку. Какие-то вот неприглядные вот эти черные баночки. Они неудобные, потому что они даже не откручиваются, они просто вот таким вот образом открываются. Это не очень удобно. Даже сейчас вот я сижу, как бы у меня будут пальцы липкие после этой баночки. Скраб тыквы для золушки. Он у меня в любимчиках уже, наверное, может быть полтора, может быть два года. Я не знаю, какая по счету эта банка. Терпкий какой-то терпко-сладкий запах тыквы. Очень необычная душка. Очень приятная. Тоже среднего помола или даже мельче среднего скрабирующие частицы. И очень частые. В первую очередь она действительно эффективно отшлифовывает кожу. Она будет после него просто очень гладкая. Кроме того, это маслянистый скраб. Здесь уже на третьем месте в составе идет масло ши, которое, кстати, является достаточно дорогим компонентом. И приятно в бюджетной марке его видеть. После него вот совершенно точно вам не понадобится увлажняющее молочко или увлажняющий крем. Потому что настолько насыщен увлажняющими компонентами, маслами. Просто кожа будет очень мягкая, увлажненная, отшлифованная. У Organic Kitchen есть еще один очень крутой скраб, который уже у меня мелькал. Это желтая сенсация. Он соляной. Я вообще не очень люблю соляные скрабы, потому что они мне немножко пощипывают кожу. Но вот этот мне очень нравится. Опять же, правильного помола частицы. Они достаточно частые. Запах какого-то свежего кислого лимонада в летний день. Вот действительно тонизирующий скраб. Свежий ямайский ананас и органическая помола. Ну не знаю насчет этого. Но опять же, само средство очень приятное в использовании. Эффективное. Тоже много увлажняющих компонентов. Не так хорошо увлажняет кожу, как тыква для золушки. Потому что масла здесь явно поменьше. Но тем не менее, как минимум ее не сушат. Потому что соляные скрабы часто этим немножко грешат, что они немножко травмируют, немножко подсушивают кожу. Здесь такого нет. Для любителей таких жвачных сладких запахов, я бы рекомендовала попробовать вот эти два скраба. Один от Cafe Mini. И здесь немножко выигрывает упаковка, потому что она вот как раз хотя бы вот так раскручивается. То есть уже лучше, чем у Organic Kitchen, когда они, знаете, просто открываются. Шоколад и апельсин. Ну больше апельсина я здесь особо не замечаю. Он в основном пахнет шоколадкой. И второй скраб у Organic Kitchen. Банановый беспредел. Обновляющий скраб для тела. Здесь вот эти скрабы мне нравятся чуть меньше, чем предыдущие, которые я показала. Потому что у них как раз не такие частые скрабирующие частицы. Они чуть реже. Но все равно это хорошие скрабы, которые справляются с своей задачей. Которые неплохо, кстати, тоже увлажняют кожу. Здесь много смягчающих, увлажняющих компонентов. И просто классными, крутыми запахами. Но для меня вот это больше так баловство. Знаете, когда мне хочется потом после ванной пахнуть каким-нибудь вкусным бананчиком или шоколадкой, то вот я пользуюсь ими. Еще что я недавно купила в аптеке. Я купила массажное антицеллюлитное масло от Merola. Я выбирала между несколькими антицеллюлитными маслами разных производителей. И все-таки я выбрала вот это. Потому что, знаете как, в основном составы у этих антицеллюлитных масел очень похожи. Там идет какое-то косметическое масло, взятое за основу. Как правило, очень недорогое. И там идет комбинация из цитрусовых эфирных масел. Я все это могу сделать дома. Потому что у меня целая полочка стоит с маслами. Тоже недавно что-то заказала в интернете, что-то купила в аптеке. Поэтому мне даже проще это сделать дома. Я неплохо разбираюсь в маслах, знаю как их смешивать. Почему же я все-таки купила вот это? Потому что здесь идет на втором месте экстракт ламинарии. И дальше здесь идет эфирное масло фукуса. Ну дальше здесь также идет витамин Е, который является антиоксидантом. Еще другие масла. Ну вот меня больше всего зацепило то, что здесь в начале состава идет экстракт именно ламинарии. Который тоже очень классно укрепляет кожу. Тоже славится своим антицеллюлитным действием. Укрепляет кожу, витаминизирует ее, ухаживает за ней. Поэтому я решила попробовать. Я сразу хочу сказать, что здесь очень специфический запах. Пахнет оно какой-то травой. Вот прям вот травой-травой. Как будто вы пропололи грядки сейчас на даче. Вот поэтому я сразу предупреждаю. Если кого-то раздражают такие натуральные травянистые запахи, меня в принципе не раздражают. И мне очень нравится эффект. Я данное масло, как и все в общем-то масла, наношу после душа ванны на влажную, распаренную кожу. Идеальнее всего это делать, знаете, когда, например, вы приняли душ или ванну, у вас еще в ванной стоит пар, там повышенная влажность. И вот после этого вы наносите на кожу. Тогда они будут максимально классно работать, будут раскрываться их свойства, они будут глубоко увлажнять и напитывать кожу. Также мне очень нравится вот это средство от Ифраше. Это у нас увлажняющее молочко для тела с укрепляющим и антицеллюлитным эффектом. Здесь нет минеральных масел, здесь нет парабенов, здесь хороший состав. Это будет такое жиденькое, приятное достаточно молочко. Легко распределяется, скользит по коже, с очень приятным запахом. И здесь также довольно высокая концентрация кофеина, что очень хорошо. Кофеин, он тонизирует кожу, он также способствует тому, чтобы выходила лишняя жидкость, не застаивалась в верхних слоях кожи, также имеет антицеллюлитный эффект. Вот, так что присмотритесь вот к такому молочку. И неплохо увлажняет кожу, кстати. Достаточно хороший увлажняющий эффект, легкая, нелипкая, хорошо впитывается, с хорошим составом. Неплохое средство. Теперь давайте поговорим об увлажнении. Вот этот крем для тела от Планеты Органика я вам уже показывала. Это крем с облепихой на натуральных компонентах. Как они заявляют, 99% натуральных компонентов биокрем для тела. Глубоко увлажняющий крем, потому что часто вот такие средства с супернатуральным составом, в которых нет особо там силиконов, каких-то химозных компонентов, знаете, как? Они обычно увлажняют кожу, но они не делают ее такой супер гладкой. А здесь прям все сошлось, все сработает. Он действительно делает кожу такой гладкой, до нее прям приятно дотрагиваться. Я уже показывала, это мой фаворит теперь. После того, как мне очень сильно понравился вот этот крем для тела, я подошла к этой же линейке в магазине и взяла вот такой вот с ягодами. Тоже биокрем с вишней. Тоже Планета Органика. В принципе, обещания производителя похожи. Но здесь больше энергия и тонус. Здесь энергия и питание. И вы знаете, вот это просто обычный проходной крем. То есть, да, он увлажняет кожу, но я не заметила какого-то вау-эффекта. Я не заметила супер гладкой кожи. Я не заметила какой-то глубоко увлажненной кожи, которая вот увлажнением прям долго сохраняется. Но неплохой крем. Тоже приятный такой вишневый ягодный запах. Но вот это я повторять не буду. А вот это я однозначно буду повторять. И рекомендую всем попробовать. Особенно тем, кто любит и маньячит по запаху облепихи. Потому что здесь он просто потрясающий. Такой насыщенный. В то же время не слишком химозный, натуральный. Присмотритесь вот к этой штуке. Также из вкусняшек хочу вам показать вот такое разглаживающее масло для тела. Называется оно Mimimi. Organic Kitchen тоже. Это одно из тех средств, которые тоже хочется съесть. Очень вкусный запах. И вы знаете, мне понравилась сама текстура данного масла. Оно, вот знаете, как будто какие-то густые взбитые сливки. Оно такое вроде бы и густое, вроде бы и плотное и маслянистое, но в то же время муссовое. Оно так классно тает на коже. Такой сладкий запах каких-то, я не знаю, пирожных. И очень классно впитывается. Но видно, что в основе этого всего масла прекрасно увлажняет кожу. Сейчас я даже вам посмотрю и скажу. Да, уже на втором месте идет мое любимое масло ши. В общем, хороший натуральный состав. И также классное действие. Глубоко увлажняет кожу. Но вот недостаток, это неудобная упаковка. Мне вот этот, конечно, не очень нравится. Лазит туда пальцами. Ну вот хотя бы, если бы они закручивались, эти баночки. Ну, они просто вот так отламываются и открываются. Ну, что поделать, да. С таким составом можно закрыть глаза на упаковку. И последнее, что я покажу вам в сегодняшнем видео, это вот такое вот средство от Комплимент. Это спрей Автозагар. Не путайте, пожалуйста, это с бронзером, бронзатором и так далее. То есть, это не то средство, которое вы наносите и сразу видите, что у вас потемнела кожа, стала коричневой, бронзовой. Нет, это не так работает. Я достаточно долго не могла приноровиться к этому спрею. Потом мне кто-то из подписчиков, когда я на него жаловалась, просто написал наноси больше, брызгай больше. Вы наносите на расстоянии 20 сантиметров от кожи, потом обязательно мойте руки и через 3-4 часа ваша кожа становится такого, знаете, натурального оттенка загара. То есть, как будто вы быстренько слетали куда-то на Мальдивы, немножко там полежали на пляже, загорели и очень быстро вернулись. То есть, оттенок очень натуральный, вот как будто действительно это ваш натуральный загар, это очень красиво, естественно смотрится. И сам спрей тоже очень приятный, он не липкий, он содержит витамины А, В, Е и я бы даже сказала, что он увлажняет кожу. То есть, такое приятное достаточно ощущение на коже, одежду не пачкает. Как всегда, благодарю вас за то, что вы досмотрели данное видео до конца. Оставляйте свои комментарии и всем пока, до новых встреч на моем канале. Пока-пока!